Путешествующий за границей должен знать вопросительные слова, чтобы найти направление, спросить, уточнить. Давайте выучим несколько вопросов. Если вы не поняли, что вам сказали, спросите, что? Или, если речь идет о человеке, кто? Выучим несколько необходимых местоимений. Самое первое, это я. Обращаясь к другу, скажем ты. Малознакомому человеку говорят вы. Если нас несколько, скажем о себе мы. Нос. Обращаясь к нескольким людям, принято говорить вы. Говоря о третьем лице, используем слова он, она, оно. Эли, эла, о, а. Во множественном числе они. Элис, элос, ос, ас. А вместе мы называемся все. Все. Тодус, тодус. Мы одни, не пришел никто. Теперь немножко поговорим о времени. Нашим первым словом в этой теме будет Когда? 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 Наиболее распространенными ответами на вопрос станут выражения До какого-то момента или после него. Итак, наши первые слова. Это до, перед. Antes, antes. А теперь после. Depois, depois. На вопрос, когда, нам могут ответить сейчас. Сейчас. Agora. Agora. И если что-то откладывается, пользуются словом потом. Потом. Майстаги. Майстаги. А если произойдет вскоре, то говорят, вот-вот. Вы поняли? Говорят, вот-вот. Майс седу. Майс седу. Или позднее. Майстаги. Майстаги. Хотите перейти к более длинной фразе? Иногда говорят. Чуть позже. I don't know. I don't know. Когда у нас нет терпения, мы говорим сейчас или никогда. Не уверены, что сбудется? Нет, со мной это никогда не случится. А не везет, говорим. Ох, ну почему это всегда случается со мной? Всегда. А слово обратное этому? Никогда. Nunca. Nunca. Я могу передохнуть? Минутку я сейчас вернусь. Минутку? Сау минутчиню. Сау минуту. Вернемся к вопросам. Частый вопрос. Ну, как я вам? Как? Кому? Кому? Почему летом так жарко? Почему? Пухкей, пухкей. Говоря почему, я жду, что получу ответ. А он чаще всего начинается со слов. Потому что. Пухкей, пухкей. Каждому туристу необходимо слово «где». Где музей? Где ресторан? Где? Оунчи. Оунчи. А теперь несколько типовых ответов. Перед башней, перед музеем, перед чем-то. Запомните слово «перед». Или наоборот «за», «позади». То, что мы ищем, находится у нас под носом. Это здесь. Человек не GPS. Он не будет давать развернутые объяснения. Это близко, пойдете туда, вам покажут конечную точку. Сюда. Хорошо смотреть на большой город с верхней точки. Все видно, но не видно подробностей. Подробности они внизу. Сначала поднимемся вверх. Снаружи этот музей красив, но внутри ничего особенного. Внутри. Или наоборот «снаружи». Вопросительные слова, помогающие нам выбрать что-то. Например, когда мы делаем покупки, продавец спрашивает. Какой? Какая? Какое? Кау. 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 Начинаем показывать продавцу. Этот, это, это. Нет, вот тот, та. Вскоре мы выучим цвета. Вскоре мы выучим цвета, а пока научимся обходиться минимумом. Этот, это, это. Эши, эста. Эши, эста. Или тот, та. То. Акели, акела. Акели, акела. А во множественном числе эти или те. Вот те. Акелис, акелас. Акелис, акелас. Акелис. 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 Акелис.